Хапурим Самея, дорогие друзья, мы поздравляем вас с Пуримом, с Победой Божией. Вы знаете, что это праздник милости Божьей, благодати. И самое главное, что Ишуа Мессия победил дьявола на Голгофском кресте, и это наша победа с вами. Мы называемся детьми его. Это просто замечательно. Хапурим Самея. Если вы у нас первый раз в гостях, добро пожаловать. Спасибо, что вы пришли, присоединились к нам. Я тоже вас поздравляю с этим праздником, с праздником Пурим. Это победа. Победа не только над Аманом, а победа вообще над злом. Сможет сказать, что это интересное событие в истории Израиля, где в книге «Исфирь» говорится об историческом положении еврейского народа во время пленения. Несколько дней назад я наткнулся на заметку в интернете с названием. Интересное название. Просто услышь, может, кто-то читал ее. «За пределами черной дыры во Вселенной человек может обрести вечную жизнь». Интересно, да? Там сказано, ученые, изучавшие особенности черной дыры во Вселенной, утверждают, что пересезшей границей черной дыры человек может жить вечно, получить жизнь, в которой будущее не зависит от прошлого. Знаете, я посмеялся, потому что мы с вами знаем, что человеку не нужно пересекать черную дыру, чтобы жить вечно. Но находясь уже в ней, здесь на земле, нужно просто обратиться к Богу Израиля и быть спасенным, имея обетование вечной жизни сейчас. Ведь ученые так долго искали, где же вечная жизнь, нашли ее за пределами черной дыры. А она оказывается здесь. Спасение у нас здесь. Мы празднуем Пурьем 14-15 Адара в память спасения еврейского народа и полного истребления во время царя Абишкароша, который правил персидской огромной страной. И знаете, эта победа не только была зависима от решения царя. В этой победе участвовал Всевышний Бог, к которому народ Израиля обратился в своей молитве и три дня поста. Мы знаем, что Аман, который замысл погубить весь еврейский народ, бросая жребий, оттуда происходит Пурим, слово жребий, пытался узнать, в какие дни лучше всего это сделать. Но говорил ли кто-нибудь из вас себе самому, я хотел бы изменить этот мир? Бывали такие моменты в вашей жизни, когда вы разочарованы обстоятельствами, в которых вы живете, либо условиях вашего пребывания, как к вам обращаются на работе, в больнице, в маршрутке, в других местах общего столкновения с людьми. Нам всегда иногда хочется сказать, вот хотел бы изменить этот мир. Кто из вас чувствовал себя таким? Несколько раз. Я тоже так, знаете, хотел бы изменить. А все начинается с нас. Знаете, вчера вот я долго размышлял, писал, 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 я думаю, вот написал здесь на три часа. Стоит ли это все говорить о том, что я написал? И понимаю, что каждый из нас хотел бы, чтобы что-то изменить в этом мире, где мы живем. Конечно, ты можешь совершенно быть уверенным, что в тех обстоятельствах, в которых ты живешь, в твоем районе, в твоей семье, в твоем производстве ты работаешь, ты можешь изменить все вещи. Все начинается с нас, простых людей, простых вещей, которые находятся вокруг нас. Например, увидев бумажку на улице, на тротуаре Одессы, можно просто нагнуться, поднять ее, выкинуть в урну, которых уже настроили на Дерибасовской, чуть ли не на каждых 10 метров. Главное, чтобы убирали. Выводят свою собачку где-то в парке, не забыть еще взять кулечек с собой и потом убрать, чтобы дети, которые у нас гуляют по парку, случайно не занесли вот эту какку домой обратно. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Все начинается с нас. У Бога достаточно средств, чтобы помочь тебе выставить в кризисное время. У него всегда есть победоносное для тебя обращение, что он хочет и желает тебе помочь. Об этом свидетельствует Пурим. Именно во времена Пурима мы осознаем, что Бог желает помочь своему народу. Библия приводит пример простой девушке, которую мы называем Эстер. Мы читаем Мегелат Эстер. Вот сегодня мы не делаем, но прочитываем Мегелат Эстер, как отдельную книгу. Книгу, взятую из истории, чтобы помнить о том, что Всевышний, даже имя которого не используют в этой книге, все равно на стороне своего народа. Спасибо, Борис. Казалось бы, что в книге «Исфирь» много есть такого ужасного, жестокого обращения с человеком. Но вы знаете, по-человечески, смотря на «Исфирь», можно подумать. «Простая девушка из еврейской семьи. Жизнь ее была незначительной, ординарной, как у всех из нас. Она не была из царского рода. Что мы еще о ней знаем? Что Бог использовал эту девушку в своих планах, чтобы избавить свой народ от руки, можно сказать, врага. Как каждый из нас. Бог хочет использовать каждого из нас, чтобы помочь другим людям не делать тех ошибок или выйти из положения, в которое они попали. Сегодня мы служим тому же всемогущему Богу. Он все еще использует обыкновенных людей, мужчин и женщин, чтобы исполнить его божественное предназначение, цели, чтобы никто не погиб, но имел жизнь вечную. «Исфирь жила в историческое мрачное время». На самом деле, очень страшное время. И может каждый из вас подумать, так мы живем не в худшее время. Наверное, в то же самое время наших испытаний, проблем с экономикой, с войной, которая не прекращается уже несколько лет, где наши молодые люди страдают, убегают, нет работы. Сегодня тоже нелегкое время. Конечно же, это так. Но персидский царь Атаксеркс царствовал над 120 провинциями. Его царство или империя растянулось от Индии до Эфиопии. Очень серьезное время. Но мне интересна была одна деталь. Зачем царю Атаксеркс надо было утруждать себя шестимесячным пиром. Шесть месяцев кушать каждый день. Пир устраивать, шесть месяцев. А потом на семь начинать дуже хорошо отпраздновать. Еще лучше. То есть, шесть месяцев пира, а на седьмой, как бы сказать, семь дней наверное, гульня была до какого-то состояния. Настолько, что начал приглашать свою жену, чтобы она потанцевала перед семьей. Наверное, хорошо погуляли. Я не знаю, в чем проблема. Наверное, готовился к войне с Грецией. Это же постоянная война была. Посмотрите истории. Постоянно воевали греки вместе с... То есть, Европа против Ближнего Востока или Дальнего Востока. Нет, Ближнего Востока тогда. Исфирь была молодой еврейка, девушка, которая потеряла своих родителей и дядя ее удочерил. переехав во время второго нашествия вавилонян, их перевезли обратно в Сузы. И там эта маленькая девушка по имени Хадаса, что означало мертвое дерево, вдруг приобретает второе имя. Имя, которое всем нам известно. Имя называется Эстер. Звезда. Звездочка. Помните, наши дети маленькие, мы звездочки. Эстер. И вы знаете, я подумал об этом. И, наверное, удивительное имя, которое звучит правильно. И для каждого из нас мы, вот отождествляясь с такой девушкой, можем сказать, мы тоже являемся светом. И Ишуа говорил, вы свет миру. Мы можем отождествить себя с этим именем, потому что мы несем в этот мир надежду. позволить через себя Божьему свету признать мрачное поколение и дать им надежду измениться. Возможно, ты думаешь о себе, что ты человек потерянный в этом мире. Есть такие люди. Многие не достигли каких-то вершин, не получили достойного образования. А некоторые, которые получили достойное образование, получили достойной работы. где-то мы разочарованы и мы не думаем о себе как нормальном человеке, который мог бы делать уникальные вещи в этом мире. Мы чувствуем себя потерей в этом мире полного трагедий, греха. Но мы должны помнить, что наш свет, который внутри нас, у каждого из нас есть свет. С надеждой мы обращаемся к Богу, чтобы этот свет раздвигал тьму. Не тьма поглощает свет, свет невозможно поглощать, наоборот, свет освещает тьму. Мордахей и Иисфирь они прятались за своим вот изгнанием. Они не открывали свое происхождение. Наверное, я думаю, что вообще людей заметно, какого они сословия, какой нации. Вы можете определить немножко по национальности людей на улице? Нет? Можете? Можно их определить. А по вероисповеданию возможно это определить? Чаще всего нет. Но хотя те, кто более религиозные, можно понять, что они принадлежат какому-то движению. Особенно, если есть косыночки такие прозрачные, можно понять, что человек уже протестант с какой-то верой. Может быть, старая вера или еще какие-то. Если мусульман можно увидеть, евреев можно заметить с париками или специальным покрывалом и так далее и тому подобное. Но, знаете, они не пытались раскрыть свое еврейство. Они наоборот тихо-ша. Давайте не будем говорить, кто откуда приехал. Давайте не будем шуметь, чтобы это не позволит людям о нас плоходумать. Когда-нибудь вы старались скрыть свою мессианскую сущность либо христианскую сущность? Многие люди да, скрывают часто, скрывают свою сущность. Не хотят ее показать. Может быть, есть какие-то причины, но сегодня многие евреи-христиане живут из дня в день без всякого намека о том, что они знают Ишуа Иисуса личным спасителем. Они просто проживают эту жизнь и говорят, мы верим Бога, тоже нормально. Но, знаете, честно говоря, наши дети посещали еврейскую школу, и там большущая проблема. На каждом чуть ли собрании родительском там поднимался один вопрос. Говорили, люди, вы же в еврейской школе, что ваши дети крестики носят? Понимаете, да? У нас поднимался этот вопрос. Но сейчас момент такой очень удивительный, потому что сегодня на самом деле многие евреи тихо, сейчас, спокойно, еще по воскресеньям захаживают в храмы различных динаминаций. Так, чтобы может быть на всякий случай. Так, чтобы на всякий случай вдруг. Ну, послушайте, если мы на самом деле верим, если мы знаем, если мы уверены в Боге, то зачем скрывать о том, кого мы верим? Знаем, кто нам помог, кто нас освободил, зачем нам утаивать? Конечно, и поведение отличается от таких евреев. Я думаю, евреев-христиане, которые и там, и там. Их вообще понятия, они отличаются. Они не ругаются, они не совершают безбожных поступков, но они очень редко открывают людям и говорят людям о своей вере, в том, что они уверены. Люди новой свободы не могут спрятать свой свет под сосудом. если мы свободны, Мессия нас освободил, и если мы свободны, мы воистину свободны, и мы не можем спрятать этот свет в нашей жизни. Мы не можем, и мы не должны. Понимаете, нас Бог призвал евреев и не евреев быть светом в этом мире. исфирь была выбрана арток сердцем или хорошим для того, чтобы быть царицей. Он не знал, кто она. Так случилось. Но фактически Бог знал, что нужна будет помощь. Иногда меня спрашивают, ну, ведь не проблема замуж выйти за неверующего человека. Говорят, вот смотри, вот, исфирь вышла замуж за вообще не еврея. Видишь, как хорошо получилось. И свободу еврея получили, и деньги, и все остальное. Ну, типа, намек такой, да? Я думаю, что у Бога есть промысел, который не каждому он дан. Например, у нас есть книга Руфи. Мы понимаем, что Руфи, она была мовитянка и стала частью еврейского народа, и стала бабушкой великого царя по имени Давид. Может ли быть, что Бог как бы предназначил этот брак, чтобы он состоялся? Я не могу вам ответить на этот вопрос, но я могу точно сказать, подряд по-человеческий союз между еврейкой и богатым языческим царем не касался предначертанием небес, но он был связан свободой для народа Божьего в будущем. Это значит, что еврейка с нееврейским царем смогли сдать народу Божьему свободу. Буквально, знаете, предозначение, что было. Бог снабдил ей особым доступом безбожному царю, чтобы она смогла отвратить геноцид нашего народа. Также каждому из нас дана возможность изменить наш мир к лучшему. Каждому из нас дана эта возможность. Послание или Евангелие от Матфея 5 глава 13 стих говорит, вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделать ее соленую. Вы соль земли, каждый из нас. Я люблю морскую соль, вы знаете, модно, не ядированная соль, которая меленькая, а вот крупная. Я смотрю на каждую из этих кристалликов, она мне нравится. Я иногда так захаживаю себе на руку насыплю и кушаю. Я знаю, что она не полезна, как бы так ее много кушать. Я не пытаюсь, просто я понимаю, что каждая крупинка, как каждая из нас, может сделать изменение в этом мире. Божья предусмотрительность явно видна через всю книгу Исфиль. Но я хочу сказать, в этой книге ни слова не сказано о Боге. Почему? Разве его не было? Многие подумают, что в это время Израиль, он отступил от Бога, как будто Бога не существовал, а потом они о нем не говорили. Но на самом деле Бог всегда присутствовал в обстоятельствах своего народа. И он всегда выходил и будет выходить навстречу. Даже когда вы не чувствуете, что вокруг вас говорится о Боге или же упоминается его имя, вы должны знать, что он всегда с нами. Мы его творение, мы его дети и он говорит, что я никогда не оставлю вас и не покину и у нас должна быть полная уверенность, что он с нами. Многие молодые люди часто говорят со мной и я слышу интересные фразы, фразы, которые я не скажу, что они меня беспокоят, но я понимаю, что у нашей молодежи есть небольшая проблема, проблема отождествлением себя с Богом. Они говорят мне, я хороший верующий человек, вот я прихожу на собрания, пытаюсь вести достойный образ жизни, но меня на работу не берут, в компанию не приглашают, замуж не могу выйти или тому подобное. А смотрю на неверующих людей, их везде вообще принимают, их везде берут, и замуж вышел еще не один раз. Похоже, что Бог как-то не слышит меня, что такое, знаете, с чем я не угодила Богу, или не угодил Богу, вот такое состояние нашей молодежи. Но складывается впечатление, что будто христианам, христианинам или верующим человекам быть невыгодно. Вот понятно, да? Потому что если ты неверующий, то тебе как будто все двери открыты. Пошел направо, пошел налево, и сразу говорю этим людям, кто налево ходит, ваши города и налево. Ой. Но не спешите, не спешите. Награда обязательно придет. Служение Богу и сеяние всегда приводят к жатве и не останутся безрезультатными. Если ты хочешь сеять плоть, то от плоти пожнешь смерть. Если ты будешь сеять в дух, пожнешь жизнь вечную. На примере жизни Мардахай мы можем посмотреть, как работает принцип сеяния жатвы. Удивительный человек, который фактически спас царя от покушения. Однажды Мардахай мы же говорили, что работая или подслушая тех бандитов или можно сказать убийц, которые готовили покушение на царя, смог предотвратить это. И он донес из Фирии, еще куда-то, все, их повязали, царь был спасен. Чем вознаградили Мардахая? Скажите мне, за хорошее дело, вот ты хорошее дело сделал, чем его наградили? Ничем. Ему даже не сказали Мардахай, ты герой, молодец. были у вас такие мысли? Ты делаешь добро людям, ты ложишь свою жизнь за них, делаешь хорошие дела, а тебе никто даже спасибо не скажет. И такое чувство приходит внутри, оно мне надо, внутри, вот это оно мне надо. Поверьте мне, если вы останетесь честными перед Богом, тогда Божья рука будет в твоей ситуации. Он придет в тот день, когда ты не ожидаешь, поможет тебе тогда, когда ты не будешь ожидать этого. Делая добро, да не унываем, потому что в свое время, в свое время пожнем, если не ослабеем. Условия, мы получим свое вознаграждение, если мы не ослабим. То имеется ввиду, если мы будем продолжать дальше работать, работать с нашими детьми, в школе, в нашей стране, если мы даже будем поднимать не один год эти бумажки, которые на улице собираются, или подметать наши дворы, убирать наши коридоры или лестницы, если мы будем это делать, в свое время мы пожнем. Буквально я недавно смотрел одну программу, интересная программа, называется «Воздаяние». Такая простая программа. Одна женщина в одном из штатов начала обыкновенный такой простой склад, в котором предлагалась бесплатно одежда, бесплатно вещи, люди могли прийти с их городка и получить все, что им хочется. Одни люди не хотели этим заниматься, отдавали все ей, она набрала волонтеров и стариков, которые самые старшие волонтеры, ей было 93 года, и они кладили одежду, чистили, выставляли, там какие-то еще поделки, какие-то там вещи, и вы знаете, дело начало расширяться, они начали узнавать, люди приходили, и неважно было, что с людьми произошло, она не спрашивала, там не нужно было покупать, там нужно было прийти просто и получить, назывался гараж благословения, гараж благословения, когда услышали то, что она делает, ко всему еще, мы посмотрели ее историю, у нее дочь болеет болезнью дауна, и вот она со своей дочерью, та тоже работает, и делали это все для города, и знаменитый, уже ушедший на пенсию тележурналист, услышав о том, что она делает, узнал, послал туда своих людей, которые хотели узнать, что там происходит, узнал всю историю, приехал и втайне, втайне расширил ее магазин, она не знала, потому что она говорит, я не могу, люди хотят отдать столы, стулья, и мне негде расположить это все, мы хотим, чтобы это было благословением, и втайне он сделали там ремонт, узнал много вещей, собрал большое количество людей в городе, и когда она ему объясняла, проводила через всю их работу, и он открывает дверь, она была в шоке, и он говорит, это твое, и дал еще их денег на много-много лет для аренды, то есть заплатить аренду этого места, мы можем менять этот мир, мы должны менять этот мир, мы люди, которые в этом городе не последние, может быть, считают нас мусором или недостойным каким-то частью гаража, города, но мы можем менять этот город, книги Исфирь, 3 глава, и 1 стих мы находим, что царь имел человека, который был его сановником по имени Аман, я знаю, что люди кричат вот это имя, Аман, Аман не был персом, он был вугинянином, то есть потомков Амалика, по приказу царя все должно было быть исполняемо, Аман, он имел как князь, который был превознесен, ему должны были кланяться, чаще всего Амана сравнивают с князем мира сего, вы согласны, нет, зло, которое в нем было, и в этом мире люди кланяются к князю этого мира, всем грехам, им, людям нравится разврат, им нравится унижение, людям нравится насилие, людям нравится приобретать деньги нетрудовыми способами, как-нибудь, то где-нибудь, кого-нибудь и взять побольше денег, вот такой Аман, ему кланялись, никто не осмелился противостоять Аману, но Мардахай оказался, отказался кланяться, мы должны отказываться кланяться ситуации или системы этого мира, тебе говорят унизить, да, ты не унижаешь, когда мир на, будем говорить так, натягивает на твое мышление, отозваться на всякое оскорбление, да, мы не должны это делать, то есть этот мир, он нас пытается втянуть в систему свою, чтобы мы так же жили, как все остальные, мы не должны кланяться от системы этого мира, Мардахай отказался, и он стал духовно смелым человеком, духовно смелым человеком, наша молодежь, наша молодежь хочет подражать друг другу, у них должны всегда быть какие-то звезды, звезды, на которых они равняются, такими были мы, мы такими же были, мы вспоминаем наши года, мы вспоминаем эти прически, которые носили, штаны, которые ушивали, которые, а чтобы джинсы в Советском Союзе были, то потом еще кирпичами их три терли, правда, сейчас смотришь, они молодежь, это даже ничего не трет, они все покупают, а мы тогда какие-то были очень интересны, мы тоже хотели быть, как все остальные, но сущность, этот мир всегда будет тебе предлагать свой уровень, но знаете, у нас есть то, что у других нету, у нас есть сила воли противостоять этому миру, мы можем находиться в этом мире, но не быть от этого мира, в этом же сам суть книги Эсфири, быть там, быть в системе давления этого мира и быть другим, абсолютно другим, Мардахай был тверд, он говорил, нет, я не буду поклоняться, я не буду поклоняться человеку, а буду поклоняться только одному Всевышнему, я не собираюсь перед человеком расстилаться, угождать человеку, особенно, когда у нас есть друзья, с которыми мы хотим их достичь, мы думаем, что мы будем с ними достигать их, потому что им нужен Бог, собираются команды, день рождения, все остальное и начинается, да, сабантуй, и многие говорят, да расслабься, чуть-чуть, ну что ты, меня не уважаешь, ну 50 грамм, ну что ты такое, ты что ты сам, выделяешься, и вот это давление, которое молодежь, даже не молодежь, люди, многие под этим давлением, и некоторые ломаются, потому что, с одной стороны, в голове у нас, мы хотим, лучше бы их достичь, сделать им предложение, принять Иешуа личным спасителем, а с другой стороны, то давление, которое мы переживаем, кажется, более сильным, ладно, это какие-то вредные привычки, но вот в этом мире, когда давление приходит на работе, тебя обзывают, тут оно кипит, и ты вдруг, какой-то момент, дошла, точка кипения, и ты все человеку высказал, и он смотрит тебя и говорит, классно, око за око, зуб за зуб, и слово за слово, какой же ты молодец, что это такое, книга Исфир показывает нам, что мы можем быть другими, я верю, что будет в нашей жизни время, когда нам нужно будет стоять перед выбором, поклониться людям или Богу, наконец-то Мардахай стал тверд на сторону Бога, он стал твердым в отношении с Богом, теперь давайте посмотрим, как Бог заступается за Мардахая, ведь фактически его поведение повлияло на жизнь всех евреев, один упертый еврей сломал жизнь всем остальным, один упертый христианин, который не будет поклоняться, может сломать всем остальным тоже погоду, да, может быть, может, мы должны изменять свою жизнь, как Мардахай, вы скажете, зачем вам вообще, Богу нужно было помогать евреям, потому что о нем, о Боге здесь ничего не сказано в этой книге, но хочу вам сказать, почему, Бог помогал им, потому что он любил свой народ, как любит каждого из нас, ибо так возлюбил Бог мир, что он отдал сына своего, он любит тебя, меня и всех остальных, но вот здесь Бог любит свой народ, и даже когда они грешили, а потом покаялись, он вступался за них и обращал их внимание на себя, и он обращал обстоятельства, враждебные против своего народа, в благословение, пророк Иеремия, 31 глава 3 стих говорит, издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, потому простер к тебе благоволение, вы знаете, когда слышу эти слова, они оказываются такими серьезными, сильными, что любовь Божия к своему народу, она вечно, вот здесь сказано, что издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную возлюбил тебя, очень часто люди, даже христиане в традиционных церквях говорят, Бог отвернулся от Израиля, тогда, если Он отворился от них, тогда может отвернуться и от этих, но если Он возлюбил вечно, значит, Его вечность вчера, сегодня, в веки тот же. Когда Аман возмутился поведением Мардахая, тогда Мардахая неожиданно вышел из своего тихого уголка и смело поднялся против Амана. Когда приходит давление в нашу жизнь, мы должны выйти из своей комфортной зоны и стать теми, кем мы являемся на основании священного Писания. Дьявол тоже, как Аман, будет не напрямую тебя атаковать, он всегда будет использовать какие-то другие методы. Аман пошел царю, выпросил у него приговор. Так же сам дьявол, как Аман, он будет использовать кого-то, либо что-то, либо обстоятельства, чтобы тебя уничтожить. Поверьте мне, это не проходит один раз только в жизни. Это происходит много-много раз. Поэтому Аман пошел для того, чтобы заручиться от царя законом, который дал бы возможность уничтожить евреев. как всегда. Знаете, кто виноват? Потому что он говорил, Аман, знаешь ли ты о народе, который называет себя иудеями? Известно ли тебе, что они слишком опасны для твоего царства? С чем опасны? Что мы опять уйдем? Сколько раз уходили? Уходили с разных мест. И там, где уходили, становилось всегда плохо. не потому, что воевали. Как всегда есть выражение «бей, спасай страну». Опять виноваты. Делать так, как считаешь нужным, царь ответил, и мы понимаем, дьявол всегда будет атаковать. Никто, кроме Мадаха, не знал, что Исфирь была иудейкой. Исфирь никому об этом не говорила. И знаете, как многие из нас, мы не говорим всем, что мы христиане. Мы так тоже верим. Поскольку Исфирь жила среди царского народа, они просто не знали, не знали о том, что будет происходить. Помни, что закон персидского царя нельзя было отменить, его можно было дополнить. Сатан и грех тоже объявили приговор смерти для нас, каждому из нас. Каждому из нас он уезден от приговора, он не отменен от приговора. По жизни мы идем, он не отменен. Я скажу, почему. Приговор не отменен, потому что возмездие за грех, что? Смерть. Мы понимаем, закон не изменен, но у нас есть то, что дало нам право защищаться не своими делами, не своими поступками, но защищаться тем, что дал и предоставил нам Мессия, Христос, на Гоговском кресте. Только через это Бог дает нам возможность победить. Иоанна 3,36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Почему? Потому что возмездие за грех смерть. Поэтому этот закон никогда не отменился. Он отменится, когда мы уже попадем в Царство Небесное, когда мы будем с Ним вечно. Когда Мара Рахай услышал приказ, он оделся в ретище. И, честно говоря, это очень интересно. Если мы знаем, что возмездие за грех смерть, нам необходимо взять на себя ответственность смирения. Потому что победить грех своими силами невозможно. Нужно смиряться в жизни и иметь Бога твоим адвокатом. Ладно? Служанки из Фили сказали, «Исфирь, подожди, там твой дядюшка пришел плачет, весь покрылся пеплом, оделся в ретище, грязные одежды, но не подобает царице иметь такого дядю». Правда? Ну, как из Фили поступило, как поступает женщина, когда приходит страх. Знаете, что она сделала? Она отправила за покупки в торговый центр «Кодор». «Исфирь купила для дяди Мардахая новую одежду от Версачи, послала к нему человека, сказал, «Сними себя, вретище, оденься в эту стильную одежду и не позорьте меня, дядя». Она надеялась, что каким-то образом изменит его ситуацию. Она, по-видимому, думала, что новая одежда от Версачи сделает старого еврея новым русским. Но, вы знаете, Мардахай сказал, что нет. я не приму, я не стану кичиться с этим богатством, когда мой народ погибает, когда над нами зависла этот приговор смерти. Сказал, иди скажи, что ситуация меняется. Если ты останешься в чертогах царских, не думай, что тебя избежит эта участь. Ты тоже в том листе. Нужно что-то делать. Друзья, нам нужно что-то делать. Бог хочет, отступники возвращались. Возвращались. Я говорю сейчас о всех народах, языках, люди, которые знали Бога, и Бог заинтересован их вернуть, и обстоятельства слагаются в их жизни так, чтобы они обратились к Богу. Но многие упираются, многие не хотят. Думают, что они победят это чувство нужно вернуться к Богу. Если я сегодня спрошу многих людей, которые здесь, сколько раз вы отступали от Бога? Сколько вы плевали даже пойти в синагогу или же плевали пойти в храм или еще на собрание? Говорят, а ну его, Бога уже нет. А в том раз что-то происходило, думаешь, не, нужно вернуться. Нужно вернуться, нужно изменить свою жизнь. Сколько раз таких людей было. В моей жизни тоже было такие несколько вещей. Когда нужно было возвращаться, нужно было идти к Богу. Если мы промолчим, каждый из нас промолчит, если мы не будем говорить нашему народу добрую весть, знайте, что Бог найдет кого-нибудь другого. Потому что здесь послание Мардахая к Исфире. Если ты замолчишь, то знай, что Бог найдет Бог или там Всевышний будет выход для народа. Если мы думаем, что нам не нужно благовестие людям, мы ошибаемся. Мы ошибаемся и думаем, что кто-нибудь другой сделает. Да, другого Бог пошлет, но ты лишишься своего благословения. Бог открыт к тем, кто идет и спасает. Мы должны благовествовать. Некоторые наши люди думают, для чего я родился вообще? Потому что у нас такие обстоятельства на счету, на нищету, что ли, родился, на то, чтобы вот так вот ежиться в этой комнате, навряд ли. У Бога есть намерение для каждого из нас, для этого времени. Не думай, что ты не сможешь принести заметных перемен в этот мир. Ты можешь изменить свою семью, ты можешь изменить себя, ты можешь изменить вокруг людей, которые с тобой общаются. Божья рука сверхъестественна тобой всегда. Он хочет использовать тебя в своих планах на этой земле. Я буду заканчивать, потому что много чего хотел сказать, но скажу такую простую вещь, что дьявол имеет свои планы. У него всегда одни планы убить, украсть и погубить человека, его разрушить. Бог делает сюда невозможное. Он может разрушить дьявольский план и заменить его проклятие, дьявольские проклятия на благословение. Посмотрите, что Бог сделал, когда вторгся в жизнь евреев в Вавилонии. Да, Вавилония, это вообще интересная вещь. На втором перу, когда Эсфирь сделала для царя, там разрешился этот ужас. На том перу Аман был раскрыт, он был повешен на дереве, которое приготовил для Мардахая. Произошла победа. Так же Бог хочет вмешаться в нашу жизнь и дать нам победу. Бог, который приходит в последнюю минуту, но никогда не опаздывает. Бывает у вас, да? Среда у нас был исход отсюда. Мы вынесли все свои офисные принадлежности во время Пурима, на Пурим. У нас произошло здесь избавление. И знаете, я рад, что мы будем в новом месте. Я еще не знаю, где даже. Я даже не знаю, куда мы перейдем. Я надеюсь, на следующую субботу я вам скажу, куда мы переехали. Надеюсь, недалеко, чтобы никто не заблудился. Каждый раз, когда переезжаешь, кто-то через два квартала уже заблудился. Так всегда бывает. Но какая твоя судьба? Какова твоя судьба? Чувствуешь ли ты себя призванным Богом против того, что происходит в этом мире? Мы чувствуем или нет? Или мы пытаемся сказать, моя хата с краю, я ничего не знаю? или же мы на самом деле призваны изменить обстоятельства? Когда мы видим, что происходит с разводами, порнографией, абортом, издевательством с детьми, алкоголизм, проституция, взятки и коррупция. Мы можем изменить этот мир? Можем. И это происходит как через тебя, так и через каждого из нас. Вчера в Америке прощались с человеком, который прожил почти сто лет. Сто лет. И 85% этой жизни он посвятил проповедию Евангелия. 85 лет. Вернее, да, 85 лет он проповедовал Евангелие по всему миру. Больше 250 миллионов людей через его проповедь услышало спасение. Он говорил об Ишуа не просто его принять своим спасителем, но призывал принять позорный крест, на котором был распят наш Мессия, без которого невозможно увидеть Творца. Не просто принять Ишуа спасителем или Мессией Израиля, а принять тот позорный крест, без которого нет прощения, без которого невозможно увидеть небеса. Есть жизненный путь, по которому каждый из нас идет, и он всегда будет проходить через крест. Мы хотим это осознать, не хотим осознать. Наше человеческое жизненное бытие, да, бытие такое, оно должно проходить через крест. Этот крест он всегда будет конфронтировать нас. Не тот крест, который мы повесили на стену, не тот, который висит на цепочке золотой и блестит иногда, но этот крест, который был обогрен кровью Мессии, еврейского народа, обещанный пророками, отвергнутыми нашими раввинами. Крест Мессии, который наш народ, он считает позором для себя. Его истинная причина прихода нашего Мессии Ишуа заключалась в простой вещи, умереть за нас. Удивительно, умереть за нас. Через этот крест Бог любит человека и желает ему прощения. Крест является унижением, посрамлением для нашего народа, так как оно является конфронтацией. Этот крест является конфронтацией, стоит перед нашим лицом, нашей нации, нашего еврейского народа. Это противостояние, которое каждый из нас должен пережить, потому что в конце нашей жизни мы все-таки предстанем средь Всевышнего. Верите вы в Него, не верите. каждый человек в этой вселенной в прошлых веках или в будущих после смерти он предстанет пред Всевышним. Многие не хотят слышать этого. И слово крест для них оскорбительное. Каждый раз, когда говоришь с евреями, говоришь о кресте и затрагиваешь эту позицию, они иногда плюются, иногда пренебрегают этим. Да, действительно, это была казнь римлян, но там, на том Голгофском кресте был распят еврей. Почему крест символ оскорбления для нашего народа? Да и вообще всему миру. Почему? Потому что крест требует, крест Голгофы, он требует, он не намекает на совет или не делает намеки просто изменить свою жизнь. Он требует новой жизни, обновленной, другой жизни. Крест Голгофы требует от нас измененной жизни. Вы меня простите, я буду как вот открыто говорить с вами, да? Чаще всего, если ты идешь в синагогу, они зная законы, да, иногда ведут себя как будто нет законов, как будто их не существует. Я вам честно скажу, Голгофский крест, смерть Мессии конфронтирует и обязывает тебя измениться, и многие люди не хотят это сделать, не хотят просто делать, потому что требуют жертвы. Прощать врагов, прощать должников, говорить спасибо, пожалуйста, быть вежливым, быть услуживым. Да, действительно, крест заставляет тебя по-другому жить, он не предлагает тебе возможности, он заставляет тебя измениться. Каждая клетка нашего естества заполнена болезнью, эта болезнь называется грех. Грех, он наполнил нашу человеческую жизнь, наше общество, наше сердце, заболевание, от которого нету другого исцеления, как только крест Голгофы, кровь Мессии. Как избавиться нам от оков греха? Каким образом нам можно получить свободу от греха? Второе Кориффеном 5, 17 говорит, так, кто в Мессии, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Если вы поймете, что в действительности книга Эсфири показывает перемены и надежды на Бога, то поверьте, Бог хочет, чтобы мы изменились. Хочу обратиться ко всем нам. В этот праздник люди любят повеселиться. карнавал и какие-то глупости, кто-то пить, напиться, кто-то иметь свое представление о веселье. Но на самом деле нам нужно додуматься о том, что произошло тогда, каким образом это спасение пришло. Народ молился Богу и Бог вышел навстречу. Во временах, когда пришло спасение для Израиля, Ишуа пришел в этот мир, чтобы избавить не только евреев, но весь мир от влияния греха. Крест страданий, на котором Ишуа был распят, это не просто обстоятельства. Хочу сказать, что нет другого спасения. нет другого спасения и не будет. Ни через Талмуд, ни через традиции наших отцов, даже не через пророков или раввинов. Бог дал только один путь, через спасение веря в Ишуа. Да и все почти по закону очищается кровью, без пролития крови. Нет прощения грехов. Нет прощения грехов. Не через традиции, не через какие-то еще убеждения, не следование за каким-то цадиком. Я хочу сказать, наши люди иногда делают вещи, которые сами не понимают, что Бог от них не хочет, чтобы они делали. Иоанна 14 глава 6 стих. Ишуа сказал, я есть путь истинной жизни. Никто не приходит отсюда, как только через меня. Почему Ишуа? Потому что о нем пророчествовали пророки, говорили пророки, говорили наши отцы. Он прожил безгрешную жизнь, и более того, он стал праведником, цадиким. И знаете, он не тот праведник, который лежит в Умани. Наш народ идет тому праведнику, ожидая того, что там где-то будут услышаны молитвы, их записки Ишуа не тот праведник, который лежит в Умани. Сегодня я прошу вас положить надежду на и довериться Богу. Сегодня есть время сказать своим, может быть, чувствам, которые вас тревожат, положить их перед Богом. Не понадеяться на Мессию, а не на Пурим, на Бога, который дал своего сына. О нем также бросили жребий и Пур. Его жизнь оценили в 30 серебряников. Его приговорили к казни ради народа. Иоанна 18 глава 14 стих. Это был Киафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Мы видим это. Лучше, чтобы он умер. И он добровольно это сделал. Он стал искуплением за грехи Божьего народа, каждого из нас. Он предлагает нам защититься своей победой. Не своими делами, не своими поступками, а защититься им. Иоанна 3 глава, заканчивая 14 по 21 стих. Как Моисей вознес змею пустыни, так должно было вознести Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свою Де народу, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Сво мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суд же стоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела они злы, а поступающий по правде идет свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны. Идите к свету. Я хочу призвать вас к молитве сейчас. Я не буду вас попросить, чтобы вы встали на своих местах, просто подумайте о Пуриме, о жребии, который был брошен, о возможности своей жизни изменить, ученые предполагают, что за территорией черной дыры возможно вечная жизнь. Я только что прочитал вам слова Ишуа. В нем есть вечная жизнь. Если вы сегодня здесь в гостях, вас пригласили на Пуриме, вы как еврей, либо имейте еврейские корни, спрашивайте себя, почему вообще в синагогах об нем не говорят? Потому что он стал позором для еврейского народа. Они считают, что он не исполнил самую большую заповедь или то, что он должен был принести мир. Еврейскому народу должен был принести мир. Вроде бы все остальные пророчества были сказаны о нем, и они исполнились. Мы читаем Исаия, мы читаем Псалмы Давида. Но вот это одно. Он не принес мир народу. Но я знаю одну вещь. Когда ты приглашаешь Мессию Ишуа в свою жизнь, ты просишь, чтобы он стал царем мира. Он есть царь мира. В твоей жизни приходят изменения. Я вам скажу, первое, это не страшно, что будет завтра. второе, не страшно, что будет за границей смерти, потому что ты знаешь, что он тебя там ждет. Да, может быть, кто-то скажет, тогда, если мы принимаем Ишуа личным спасителем, мы становимся христианами. Если ты проходишь Гиур, кого ты принимаешь? Бога? Какой он? Еще говорит, видели меня, вы видели отца. Принимающий меня принимает и отца. Поэтому, когда мы говорим о нем, мы принимаем его как своего спасителя, он меняет нас, этот мир, он окружает нас. Ты становишься уверенным в том, что твоя жизнь не пойдет даром. что изменит в твоей жизни, если ты был таким очень активным в синагоге, читающий Тигелаем, читающий Мишну, читающий молитвы, вечерние, дневные, там еще между дневной вечерней еще есть читаешь еще Талмуды, либо молитвенник, да, что должно измениться в твоей жизни? Кто из вас, будучи неверующим, читал газеты? Да? Будучи неверующим, кто из вас лазил в фейсбуке или там еще в новости и читал их? Ну, почти все. А когда вы стали верующим, вы перестали это делать? Нет. Вы слышите, нет такой вещи? Ты становишься верующим, даже если ты будучи евреем, принимаешь шоу Мессии, в твоей жизни меняется одно состояние. Крест требует от тебя перемен. Перемен, которые внутри тебя. Делать зла, любить ближнего, любить Бога, то, что требует от нас Тора, но становится живой внутри нас. И в этом сущность. Мессии. Ты не становишься христианином или отказываешь свое еврейство. Ты становишься дитям Божьим, кем ты и был, но ты был не обновленный, ты не знал его, ты был далек от него. Если вы хотите сделать этот шаг веры в своей жизни, увидеть Бога действующего, как Он действовал в жизни еврейского народа во время Пурима, я предлагаю вам помолиться простой молитвой. Обратиться к Нему очень просто. Мы всегда говорим, Авинуша Башима, Отец Небесный, я твое дитя, я пришел в этот мир, потому что так захотел. Да, мои родители евреи, бабушка, дедушка, а может быть и нет. Может быть здесь, кто просто родился в болгарской семье, украинской семье, русской семье, если у нас тот с лишним наций в Одесской области, независимо, кто были твои предки, но ты нуждаешься в Боге, в переменах, скажи, я здесь, коснись, измени меня. Я верю, что Голгофский крест требует от меня перемен. Первое это изменить мое мышление, что я должен верить в исцеление и прощение грехов. И я верю. Прости меня. Все мои согрешения, все мои убеждения, войди в мою жизнь, измени ее, сделай ее другой. Я нуждаюсь в тебе. Ишуа, войди в мою жизнь, стань царем, Господь, стань этим миром для меня, надеждой, которая не постыжает. Я принимаю этот Голгофский крест. Не вешать на стенку либо на шею, я принимаю как спасение прощения, потому что ты понес мои грехи, ты взял их на себя. И, Боже, спасибо, что не я блег на этот крест, не меня распяли, а его распяли. еврея распяли ради меня. Спасибо тебе, что через его кровь я имею прощение грехов. Аминь. Не покидайте просто так вот собраться и уйти сегодня. Поговорите с друг другом, помолитесь друг за друга. как я сказал, вы соль земли, да? И потом говорит Писание, Ишуа говорит, сегодня у вас есть возможность не сыпать соль на рану, а стать солью, которая нужна для вкуса. 2018 год это год веры, год поста, молитвы и поклонения. И поклонения. Искаэл. Продолжение следует...